Доброе утро! В эфире новости на своём. Меня зовут Никита Шишков. И вот о чём расскажем. Как лечиться тем, чья жизнь не сахар? Почему у диабетиков, которым положены бесплатные лекарства, не всегда выходит их получить? Разбирался Леонид Нечапуренко. Праздничное настроение за три недели до Нового Года. Ставрополь посетит главный Дед Мороз страны. Об этом и не только расскажем далее. Как лечиться тем, чья жизнь не сахар? В Ставропольском крае больные диабетом имеют право на бесплатные лекарства. Но получить их в аптеке не всегда выходит. По крайней мере, так утверждает один из пациентов, житель Петровского городского округа. Что это? Единичный случай или системная проблема? Леонид Нечапуренко разбирался. Есть ли возможность подсластить пилюлю? За долгие годы Виктор Васильевич из Константиновского привык к режиму строгой диеты. С 2006-го он на учёте у эндокринолога. Диагноз – диабет второго типа. Жирно ему нельзя, копчёное не стоит, молочная крупа и макароны следует ограничивать. Поэтому на полдник – кружка горячего чая и сулугуни. В отличие от солёных сыров, его врачи разрешают. И, конечно, никакого сахара. Только заменитель. Одна таблетка, одна чайная ложка. Ну вот послаще будем делать. Ещё одно ограничение – нужно постоянно пить таблетки, чтобы поддерживать безопасный уровень сахара в крови. И этот пункт недавно оказался под вопросом. Бесплатные лекарства, положенные по закону, получить можно лишь в одной аптеке в Светлограде. А там сказали, что препарат закончился. Как действовать, не объяснили. На вопросы по телефону отвечают не слишком подробно. Наверное, у сотрудников много важной работы. Здравствуйте. А у вас есть метформин по ДЛО без группы? Нет, товар будет 21-го. А как же быть? Ну, я же откуда знаю. Я же вам разъясняю. Товар будет 21-го с навропой. Мы же его не производим здесь. Ясно. А гелемиперид будет? Всё, отключились. Упаковка нужного лекарства стоит около 200 рублей. Деньги, может, и не самые большие, но пенсионеру дорога каждая копейка. Особенно в холодное время, когда приходится гораздо больше платить за коммуналку. Да и обидно мужчине. Почему не удается получить то, что положено по закону? Задержки бывают. Может, я не знаю, как у других. Есть люди совсем отказались, не стали туда ездить. За свои деньги покупаете и всё. Нет никакой нервотрепки. Деньги отдал, лекарства дома. Ну, правильно, это соответственно. Но, с другой стороны, раз нам положено под голову, пускай они отдают, нам тоже положено. Мы денег не просим, нам только лекарства дайте и всё. Почему же возникают такие перебои? Для ответа нужно обратиться к цифрам. Всего на Ставрополье примерно 88 тысяч диабетиков. Некоторые из них оформили инвалидность. Они лечатся за федеральные деньги. Но большая часть, порядка 60 тысяч, это краевые льготники. И лекарства им оплачивают из бюджета региона. Вот как действует эта система. В конце года медики собирают данные с территории. Где сколько диабетиков, какие именно лекарства им нужны. Потом все эти цифры объединяются в одну большую краевую заявку. В этом году понадобилась сумма в 300 миллионов рублей с краевого бюджета. Лекарства покупают и распределяют по муниципалитетам. Естественно, с точностью до упаковки всё посчитать не получается. Люди могут переезжать, появляются новые больные. В общем, к концу года где-то препараты в избытке, а где-то заканчиваются. Их можно перераспределить, перевести из одного села или города в другой. Или докупить, но это новые расходы. В этом году власти пошли навстречу и профинансировали дополнительную закупку в 30 миллионов рублей. И таким образом избавились от дефицита. Пока все эти процедуры не оформили окончательно, в отдельных аптеках лекарства могли закончиться. Но главный эндокринолог Края уверяет, перебои были незначительными по срокам и точно не могли навредить здоровью пациентов. Конечно же бывает, что когда препарата нет, можно выписать рецепт на ожидание. И по закону позволительно 10 дней рецепт ждет ожидания своего отоваривания. Но с таблетированными препаратами, конечно, это не такая большая проблема. Чаще всего пациенты имеют некий запас, который позволяет ему, так скажем, подождать, когда препарат приводит. Что касается конкретного случая, то лечащий врач Виктора Васильевича уже выписал ему другой препарат. Глибинкламид. Это полный аналог привычного мужчине метформина. Его точно так же можно бесплатно получить в социальной аптеке Светлограда. В вопросе сложном, как врачебный почерк, разбирались Леонид Нечапуренко, Антон Красов и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. Темную проблему с проходом к многоэтажкам в Ставрополе вскоре должны осветить. Напомним, жильцы домов по улице Шпаковской обратились к нам с просьбой помочь. Долгие годы им вечерами приходится возвращаться с фонариками. Рассчитывать на работающие фонари жителям придется, скорее всего, в будущем году. Ну, эти фонари, видимо, были построены при строительстве данного дома. На данный момент к ним не проведено ни электричество, ни подключения. Просто голый металл, ни лампочек, ничего. В течение двух месяцев где-то отпроектируемся и будем смотреть, какая именно затратная часть. Если там небольшие суммы средств, где-то у нас рядом находится ТП, то есть точка питания, то сделаем в следующем году. Сначала нужен проект, нужно понять, сколько это стоит. Займутся в администрации пешеходными трудностями жильцов. На это тоже жаловались жители с улицы Шпаковской. Правильно сказали, там шириной проезд 4 метра, который даже не позволяет сделать там какой-то нормальный тротуар. То есть всего сделать, там не будет проезда, но сейчас будем смотреть, какой-то может альтернативный проход. Ну, а теперь немного приправим выпуск. Добавить побольше горчицы решили аграрии региона. В крае почти в два раза увеличили площадь посевов этой культуры. Теперь горчица занимает на полях почти 18 тысяч гектаров. Из нее получают масло, производят жмых, делают горчичный порошок. Все это можно использовать в пищевой промышленности, парфюмерии и медицине. Кроме того, обильные посевы горчицы – это такая страховка на случай, если не взойдет азимый рапс. И горчица, и рапс – это так называемые культуры-предшественники. На полях, где они росли, пшеница восходит лучше. В Кировском округе воры прямо во время кражи начали отмечать успешное дело. Злоумышленники приметили отсутствие хозяев и залезли в соседский дом. Украли телевизор, игровые нарды, хрустальный сервиз, несколько бутылок алкоголя. Распивать спиртное умельцы, в кавычках, начали на месте преступления. После скрылись. Но полиция их нашла. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы. О других происшествиях расскажем в оперативной сводке. Несчастный случай. В Минераловодском округе вспыхнул пожар в частном доме. О происшествии стало известно в 2.30 ночи. На месте пожара обнаружен погибший. Два человека травмированы. Причины произошедшего устанавливают специалисты. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за непотушенной сигареты. Машина с сюрпризом. В Георгиевске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за административное правонарушение. Однако поведение водителя и пассажира вызвало подозрение. При осмотре в салоне авто нашли 7 сверстков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала в пакетах марихуана. Водитель прошел медосвидетельствование. Выяснилось, что он находится в состоянии опьянения. Дело передано в суд. Прокатился на чужом авто. Житель Шпаковского района, прогуливаясь по курортному Кисловодску, высматривал незакрытые автомобили. Обнаружив одну из таких машин, сел за руль, завел и поехал в соседний город. Там злоумышленник бросил машину. Ориентировку на автомобиль разослали патрулям. Машину нашли в минеральных водах. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нерадивый механик. 50-летний автослесарь в Ставрополе похитил топливно-заправочные карты машин, которые стояли на ремонте. И передал их третьему лицу. В результате злоумышленники похитили около 4000 литров топлива на суммы свыше 170 тысяч рублей. По факту присвоения и растраты возбуждено уголовное дело. Ну а теперь перейдем к строительству и недвижимости. Заметили, как города стремительно прирастают новым жильем? Редкая городская окраина не сможет похвастаться свежевыстроенными спальными районами. По этому поводу Краевое министерство строительства и архитектуры отчиталось о том, что в этом году в регионе ввели почти миллион квадратных метров жилья. Все это в рамках соответствующего нацпроекта «Жилье и комфортная среда». Получают долгожданные квартиры обманутые дольщики. Новоселье в этом году отметили почти 100 собственников. И почти 200 получили денежные выплаты. А в следующем году планы еще более масштабные. Достроят квартиры для обманутых дольщиков из Пятигорска. Это еще свыше 200 квартир. Ну и на все это Краевая казна потратит 180 миллионов рублей. Так что до получения заветных ключей осталось недолго. Ну а в станице Советской спустя 9 лет осветили храм. А в Ставрополе продолжают думать над проектом крупнейшей развязки. Новости из разных уголков края в нашем лаконичном обзоре. В станице Советской, это Кировский городской округ, осветили храм. Построить его на месте разрушенной в годы революции церкви активно помогали казаки. Первая служба была проведена в день Архангела Михаила еще в 2010 году. И спустя 9 лет состоялось ее долгожданное освящение. Участвовали архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Служба собрала не только прихожан и учащихся воскресной школы, но и жителей соседних поселений. Многих причастных к восстановлению храма архиепископ наградил грамотами. Многоуровневая развязка перекрестка Кулакова-Ленина может стать самым крупным дорожным объектом Ставрополя. Проект реконструкции сейчас разрабатывают. По поручению губернатора края вопросом по строительству крупной развязки занимаются в Министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края. Ориентировочная стоимость проекта варьируется от 3,5 до 4 миллиардов рублей. Развязка должна разгрузить городское дорожное движение. Большой волонтерский слет «Вектор в будущее» пройдет в Железноводске. Лидеры волонтерских движений поделятся опытом с участниками форума и расскажут о планах на следующий год. Для них проведут мастер-классы по ораторскому искусству и СММ. На сегодняшний день в Железноводске действует 11 волонтерских отрядов, которые активно участвуют в жизни округа, помогают организовывать международные и краевые мероприятия на территории города. И на этом все. А если у вас есть новости или проблемы, о которых хотите рассказать, то пишите нам в WhatsApp и Telegram вот по этому номеру. Также присылайте фото и видео, попытаемся разобраться. Ну а далее у нас прогноз погоды. Об этом все знает Яна Лукошкина. Она в студии и готова поделиться информацией. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. В Ставрополе облачно днем плюс 4, ночью 0, без осадков. В Изобильнинском и Новоалександровском городских округах днем температура поднимется до плюс 7. Ночью 4 градуса выше нуля. Значительная облачность осадков не ожидается. На курортах в понедельник морозов тоже не будет. В Пятигорске и Минеральных водах днем плюс 5, ночью плюс 1, малооблачно. В Кисловодске днем температура поднимется до плюс 3, ночью 0. Переменная облачность без осадков. Переходим к восточной территории Ставропольского края. В Ипатово, Буденовске и Нефтекумске облачно, днем до плюс 7, ночью плюс 4. В Дивном и Арсгире плюс 5 днем, до плюс 3 ночью. Вечером туман. А теперь о погодных явлениях, происходящих далеко за пределами Ставрополья. Над Багамами сфотографировали необычное облако-башню. Снимок сделал астронавт с борта МКС. Как выяснилось позже, такие облака возникают из-за мощного вертикального движения воздушных масс. Как правило, сопровождаются грозами. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok